итак мы продолжаем но и странные же звуки на фоне так здесь у нас помогите третья часть собственно вот говоря о саде безмятежности следует упомянуть что мне в его пределах есть местечко именуемое алисея серичи 2 алисея серичным лесом его создали мастера и сего народа для усложнения глаз посетителей и все лисье серичный лес рос год от года ибо мастера добавляли все новые изысканное строение не при задел непревзойденной красоты так ребят подождите где бы ему свои капли я уже не могу нере лес на лисе реке на как я понимаю у меня почему-то совсем другая ассоциация вот она не совсем культурная но блин я не могу от этого отделаться для меня это нечто другое генерал тэн сяо вошел в лисе в лисе речный лес но вместо красоты нашел руины и на разорение на нере видимо поняла о чем я над которыми витала мрачная зловещая тишина генерал подивился тому как скоро столь прекрасное место настигла разруха ведь сад безмятежности был завершён не более нескольких десятилетий назад уж не наслал ли им хериобе иллюзию перед дворцом генерала приветствовал юный прислушник прислушник поклонился и предложил генералу коробочку с угощением присмотревшись генерал заметил что глаза юного прислужника затянуты бельмами он был слеп цуга не надо тогда знать если ты не понимаешь тогда все хорошо вот это пища совсем простая я подошу ее в знак доброй воли вы прошли долгий путь проголодались и устали мой господин просит вас угоститься а затем обсудить с вами все что будет необходимо по дороге сюда я прошел по меньшей мере десять лунных врат но не припомню чтобы в саду безмятежности их было так много если твой господин желает переговоров пусть явится открыто и со всем уважением как смеет он играть со мной свои игры резкие слова генерала не смутили юного прислужника он оставался глух ком громогласным речам тэна сяо этого и господин не брезгует темными искусствами если я поем из этой коробочки как бы мне не найти потом во рту ком грязи и генерал тэн сяо взмахнув руками бросил коробочку на зим и верно коробочка тотчас же выпустила лапы наподобие паучьих и поспешила прочь а как понимаю вариант тору был хорни не не ребят не вообще не хорни ни разу а ваша проницательность и острое зрение выше всяческих похвал генерал тэн на вы прошли испытания в знак признания мой господин желает поднести вам дар спокойно произнес слепой прислушник еще одну такую же коробочку да а в комнате за дверью стоят сундуки выберите из них тот что дешевле всех а у входа стоят фарфоровые вазы тут слепой слуга ухмыльнулся такой лутовской улыбкой что он уже никак не мог сойти за невиновного юношу юношу мой господин сказал генерал а вы ведь не понаслышке знаете что такое бой а вы не можете не жалеть о раненых и павших о раненых и павших прошу вас разбейте все киноварные вазы что же до лазурных то оставьте их как есть похоже от сделки этой мне не уйти сказал генерал тэн и глубоко вздохнул посмотрев на небо он увидел что яркая луна скрылась за толстым тир за толстыми тяжелыми облаками а будем надеяться что твой хозяин не пожалеет о своем решении тэн сяо шагнул вперед и распахнул последние ворота он с вами мне гораздо спокойнее и все равно кажется будто я вот-вот отключусь держись храни нас небесная дуга а господи вот же он допустим 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 ну допустим поехали а стук все тот же ладно вашу мать а так либо отворился стрим либо отворилась вообще все пупу пупу тут небольшой косяк самый такой маленький косяк произошел ну да ладно посмотрите всему все вообще прекрасно поддается логике тут еще тут всего два варианта вот 3 как бы не дано этикет соблюден хотите дорогие гости тут как бы тут третьего варианта нет вообще а двери слегка приоткрывается насквозь щель вы замечаете что внутри снова никого нет он взгляните с дверью какое-то зеркало но нере всегда и если первый вариант не сработал работает 2 снова зеркало кажется я видела похожее зеркало когда попала сюда а так может это выход этот звук ху-ху сюда что происходит кажется я слышала голос из зеркала на к третий раз привет боже бурка можно знакомый голос ху-ху это ты там зеркале наконец-то я тебя нашла госпожа сюэй сад безмятежности окутан неизвестной силой будьте осторожны да мы как бы заметили что дичь какая-то творится спасибо мы до сих пор не нашли гуй я не знаю куда она пошла а что если химия была права и ее правда съели сейчас важнее всего избавить вас от этой иллюзии подойдите пройдите через зеркало и перейдите на нашу сторону а если вот и правда ее съели мы что парим над садом безмятежности как много бронзовых зеркал может быть это это ли и или иллюзия меняется ну или зеркала не все настоящие а ты права девчонка это место меняется она пытается помешать нам избежать смотрите смотрите я только что плюс реп заработал от хвоста мы с ним уже поладили как только мы с ним будем на одной волне я все-таки их это того но вы поняли люби должны жить вместе в хвосте хохо но в одном из этих зеркал должен быть выход верно а давайте проверим их все такой себе вариант конечно но выбора у нас нет правильно я понимаю ладно мальчики пошли налево ситуация с саду безмятежности ухудшается почему вы еще не покинули его у вас там что-то случилось это уже больше похоже на настоящую госпожу силы и настоящая госпожа силы и значит внутри иллюзии есть самозванцы а учитывая то что это первое зеркало это выглядит подозрительно ладно здесь есть и несколько бронзовых зеркал понятно не волнуйтесь хохо хорошо меня знает она сможет отличить меня от подделок стоит ли доверять голосу из зеркала нет но вдруг я не смогу вас отличить тогда мы здесь умрём ты должна довериться себе давай же что давайте другие осмотрим не ногой пошли хохо солнышко ты моё иди к сестренке свои нет это судья ни за что бы не сказала что-то настолько тошнотворное да 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 это прям мимо сразу сходу а давайте заглянем следующее ладно куху такая вот бы вот бы в жизни тогда да вот же выход бесполезно это тупица иди сюда тоже мимо не госпожа силы и конечно бывает за люкой но она никогда бы не раз не разговаривала со мной в таком тоне это на нее не похоже если подумать это больше похоже на хвоста туда его конструктивная критика все прям по факту но он даже спорить не стал ладно да давайте заглянем в другие ладно там один вариант всего нам нужно вот сюда хотя мне второй вариант тоже довольно таки нравится так ладно пойдемте еду как а что у них моськи разные это я если что если вы по какой-то причине не знаете как выглядит стример когда пытается разобраться с какой-то головоломкой в хсэре выглядит он вот так один в один вот именно вот так вот именно я с меня рисовали кстати но я не помню чтобы мне доплачивали за это дело ну как бы фокс же кидал мем а я ж себе как бы но не спойлерю обычно обычно вот поэтому я не то что смотрю это я когда я поел тут принципе тоже ничего необычного блин ну это и это прекрасно так вот что что здесь еще три зеркала окс ну допустим поторопись хохо пройди через зеркало и подойди ко мне погодите и я хочу задать несколько вопросов чтобы проверить правда ли это вы как как хохо удалось стать судьей комиссии десяти владык в ее хвост вселился мощный хелиобя хотела бы я обладать такой силой не знала что ты так популярен господин хвост очень смешно так ладно что связывает сюэй и ханья мы обе являемся являемся судьями комиссии десяти владык но очевидно что мы коллеги хелиоби который заманил нас сюда не знает что госпожа я силы и госпожа ханья сестры двойняшки а вопроса в ноль значит ты не знаешь значит мы собираемся осмотреть другие зеркала если они сестры близняшки так еще вопросом что связывает ханья моя младшая сестра но этого недостаточно чтобы доказать что я не самозванка спроси меня о чем-нибудь еще ладно как хо удалось стать судьей комиссии десяти владык вот пока центральное зеркало выглядит самым адекватным согласно указу десяти владык проводник душ хохо опытная прилежно способна им достойно занять высокую должность настоящим она повышена до должности судьи это прям цитата из назначения я все еще помню наизусть указа и и повышение в должности это на по ту сторону зеркало госпожа сёи так вопросов нет значит мы собираемся пойти потрогать следующее зеркало так так что связывает кто такая ханья а надо проехали я ничего не спрашивала это как и удалось стать судьей наверное наверное у нее там были какие-то связи о которых я не знаю третье зеркало тоже довольно таки ничего да не было у меня никаких связей кроме связи с хвостом ладно все так вы себе зеркало так значит сюда мы идем снова зеркала какой сюрприз оглядись вокруг господин хвост думаю мы на самом краю иллюзии бля и там зеркала и там зеркала может быть это последние зеркала хотелось бы верить но ухожить и талисмана сначала мне нужно кое-что спросить о себе так что ты думаешь о хохо как судья ответственная за поимку преступников я считаю что ее трусость является нарушением служебного долга я сделаю и строгий выговор как только вы выберетесь из иллюзии но это похоже на правду кстати чего это не похоже на господ шусю и правда ведь нет мне кажется что похожа тупица очевидно же что это подделка мне кажется нет так ладно а что с хвостом хохо по завершении задания нее хвост будет извлечен и подавлен ну ты пройдоха я с тобой еще разберусь когда выберусь отсюда ладно значит нет мы собираемся осмотреть еще зеркала так что с тобой так ладно что ты думаешь о хохо ее осторожность качество которым должны обладать все судьи комиссии десяти владык от снова центральная что ли какой забавный способ описать трусость аж тошнит ну да значит настоящее значит она так а что с хвостом это самый мощный осколок оставшийся после гибели и гномара кто бы мог подумать что спустя столько лет он на все еще обладает такой силой и так ты и так ты все запорола да идем дальше потому что она бы вряд ли знала включается вот это зеркало уход правит в отставку после сегодняшней операции работа в комиссии десяти владык не для нее ним точно не она правда значит мне даже заявление на увольнение писать не придется какое же это радостное для нее события тупица очевидно же что это обман так что с хвостом ничтожный демон мне уже не терпится сожрать его он даже не пытаешься скрыть свое истинное лицо ладно второе а я пошел во второе я не очень разбираюсь вещах но эти зеркала чё они все не подходят да ни одно из них не настоящая ну ладно никуда не пойдем тогда ни одно из них не показывает госпожу силой такой какой я ее знаю хоть это судья никогда меня не уважала но и бдительность ее никогда не подводила я много времени проводила а проработала с госпожой силой она всегда знала что я пугливая и робкая но никогда не ругала меня комиссии десяти владык плевать было на твою тонкую душевную организацию и единственная кто столько переживает по этому поводу и вообще не по барабану на то какая ты трусиха пока это не влияет на меня интересно если его схватить за хвост отойдет меня она уже хочет пообниматься с хвостом твои суждения довольно точные нет вообще-то на вы двое неплохо ладить а давайте подожжем жопку хвосту да что ты знаешь о нас ну и ну и о чем мы вообще говорим нам нужно сосредоточиться план по поджогу сработал успешно иллюзия хочет удержать нас внутри но она не может на расширять свои границы вечно я думаю где-то должно быть четвертое зеркало возможно на том парящем острове есть но до него далековато ну смогу ли я туда добраться пошли прыжок веры хватит медлить за дело максимум что может случиться это можно разбиться вот это да я не думал что у тебя получится спустя столько лет ты наконец начала взрослеть папочка доволен я не хочу возвращаться тем же путем которым мы пришли но на всякий случай нужно задать несколько вопросов обо мне так что ты думаешь о хохо все люди разные судьи в отличие от солдата нужно обладать чем-то большим чем храбростью не просто так ведь по указу десяти владык хохо была повышена до судьи что те там шилые владыки вообще видят в этой трусихе идем это правильное зеркало а второй вариант так как а как же а как же мнение хвосте мы что вернулись сад безмятежности вы благополучно вернулись кажется комиссии 10 владык сегодня не повезло мы гуи немного потеряли вот как бы мы потеряли стримеры ребят госпожа силы и я так рада что с вами все в порядке вы столкнулись с чем-то странным по пути сюда блин третий вариант конечно ладно игра окончена цирус неудивительно что она судья такая проницательная я понимаю сейчас не время разбираться стырус сад безмятежности был втянут в мощную иллюзию еще более могущественным хелиобе за проводники душ отправляв отправившуюся его подавить потеряли со мной связь тару не сухо если мы исхо не не сможем подавить этого демона удалить его придется тебе тару не чего их я не смогу этого сделать я не так сильно как вы я всегда убегаю и прячусь перед битвой хвост так сверли до взглядом поверь в себя хелиобе не может вселиться в тело в которые уже селился другой хелиобе в этом твое абсолютное преимущество как судьи подожди в мое тело тоже вот вселился хелиобе получается у меня такое же да преимущество верно однако хохо хорошо обучена и у нее нам и у нее больше опыта в борьбе с хелиобе чем у тебя но тут я бы поспорил конечно вот почему комиссии 10 владык сегодня не так уж комиссия 10 владык сегодня не так уж невезуча а вы так вовремя вернулись слышала трусиха ты козырь комиссии 10 владык зато у нас есть бита ну да да хвост порой так смотрит прям вы знаете в душу заглядывает хелиобе агрессивные существа но они не могут избавиться от своей жажды завладеть телом из плоти и крови и все же все 38 лет которые ты проработала на комиссию 10 владык тебе постоянно удавалось подавлять монстра у себя в хвосте сохраняя при этом свою личность ты уже квалифицированная судья и будь уверена в своих силах так ребята уху ход только стажа на работе 38 годиков что получается ху ху знаете такая уже в принципе маме да если я правильно понимаю ей годиков под 60 наверное где-то он пон он пон вопросов больше не имею здесь просто рядом как бы на химии стоит который там пару месяцев от роду ну полгода от силы ладно и стоит ху ху который под шестьдесятку так нет понятно что это лов у понятно что она из лисева долгоживущего народа да тем не менее ей где-то там в районе 60 скорее всего приехали в этом ни один судья не сможет превзойти тебя по подавлять монстра но я не думаю что мне когда-то приходит приходилось подавлять хвоста я думаю мы больше похоже на друзей сейчас будет еще один поджог жопки хвоста руси не смеши я не вожу дружбу с едой да 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 расскажешь господин хвост такие крошечные осколки как мы давно лишили силы и гномара если даже такая малышка может подчинить нас похоже пришло время проявить смирение несмотря на то что он пожар обладает огромной силой у нас появится шанс подавить его если мы сможем разбить его на несколько осколков ваша честь ваш план отлично продуман и раз уж все готово позвольте мне предложить свою помощь давайте сначала найдем более открытую местность например беседка ласточкиной песни вон там денис привет так она схренали она уже готова нам помогать ладно давайте выслушаем ее план ну пойдем как же быстро она переобулась вам так не кажется не так в отряде должна быть хохона якобы не против так хохон берем 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 наису погнали все вы слышали историю об игномаре и славной битве великого хири обе полководцем они были сущностями рожденными в результате слияния множества хири обе но хири обе постепенно переполняют эмоции и желания тех кого мы захватываем мы склонны чувствовать неприязнь друг к другу и не любим сливаться воедино как будто в одной голове сосуществует несколько личностей это приводит к внутренним конфликт конфликтам а понятно возможно мощный хири обе вроде гигдомара или пожара и может поглотить меньшего хири обе и ненадолго усмирить но этот внутренний баланс и легко нарушается под воздействием внешних сил точно так же как мы были разъединены и природились после сражения игномара с генералом короче нам нужно посеять раздор в менталку хири обе поэтому возможно таким образом мы сможем победить пожара мы можем разбить его на осколки и ослабить после чего комиссии 10 владык останется только запечатать все на части этого хири обе священные изделия у меня есть вопрос почему ты предаешь своего сородича зачем тебе помогать санчжоу тем кто запечатал тебя так надолго почему а что кири обе нужна какая-то причина чтобы оправдать свое поведение может я не хочу чтобы пожар сожрал меня может мне не нравятся придурки которые не используют ничего кроме силы а может я хочу сама сразиться с генералом а может я хочу замуж за хвоста получается да или может я просто хочу помочь комиссии 10 владык в обмен на гарантию что он смогу уйти отсюда целые невредимой а вариант с хвостом был самым как бы годным ладно я думаю мы ее поддержим судьи комиссии 10 владык всегда выполняют свои обещания если ты действительно сможешь справиться с этой проблемой я буду ходатайствовать о твоей свободе у 10 владык однако за результат я поручиться не могу как старомодно ладно марионетка я принимаю твои условия на тебе лучше сдержать свое обещание уход даже на шляпке флажок чтобы сдаваться можно было с шляпкой мы с пожаром были товарищами по печи я хорошо его знаю он могущественен но наивен как дитя да еще одержим победой мне нужно сказать всего три вещи чтобы спровоцировать его ох уже эти женщины вот сидит там себе пожар никого не трогает а ей достаточно сказать три вещи просто чтобы все чтобы он сгорел держись хвост держись тебе с ней еще жить придется тебе с ней еще придется жить ну так она в геймплей базовой атакой флажком всегда врагам морду набивает ну так там флажок и и тащит за собой и на жену как бы не сама идет химия мне еще немного нужно побыть в твоем теле да это бы не против поехали побуду такси вот так она просто машет до хвостом ой хвостом флажком ведь как же напугается главное ударить попало не попало по кому попало это все тонкости и нюансы и пожар ну что давайте посмотрим на эти три вещи издалека доносится неясный звук вероятно на это ответ почему бы тебе не сразиться со мной перед поединком с генералом цирус почему ты тратишь мое время слабачка этот сад теперь моя территория а приспешники десяти владык мои марионетки как только прибудет генерал битва с хелиоби продолжится зачем мне сражаться со своими собратьями в такой ответственный момент в это за что-то за дилетанты пришли с тобой да они мне в подметки не годятся у меня уже есть превосходная пешка носитель который когда-то изгнал фантильо 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 помню такую какой прекрасный носитель мне такой нужен а понятно тогда отправь на мои поиски проводников душ находящихся под твоим контролем если сумеешь победить моего носителя то сможешь меня поглотить так я внесу свой вклад в твое сражение против генерала а что скажешь по рукам только не жди от меня и моих приспешников пощады а такой себе план увидишь прочь простого но ребят такой себе план неужели это значит что все проводники душ пали какая бесполезная армия значит мы будем сражаться с нашими друзьями а вот что такое куклы проявляют сочувствие или вы больше не хотите победить пожара мы и хири обе думаем о таких вещах как и деловых сделках пока что он может при пока что-то может принести нам победу мы будем уничтожать все даже союзников и собратьев принимайте решение приспешники пожара то есть ваши товарищи должны быть уничтожены на выбора то как бы и нету подойдите сюда мне нужно дать вам кое-что эх я вспоминаю нашу первую встречу химия возьмите это прежде чем вступать в битву против пожара это тыква лунного ларца священное изделие изготовленная комиссии по ремеслам комиссия десяти владык немного модифицировала его чтобы лучше подавлять хилиоби после того как вы сради сразитесь с марионетками контролируемыми пожаром обязательно запечатайте в тыкву осколки хилиоби и еще я за ней присмотрю она недолго пробыла на посту судьи потому у нее еще не так много опыта еще пожалуйста проявите милосердие к проводникам душ попавшим под контроль пожара и господин хвост сейчас нам предстоит сразиться с очень опасными врагами пожалуйста одолжи мне свою силу надо же похоже кое-кто наконец научился дерзить я бы тебе поверил если бы у тебя так не тряслись коленки и не надо так говорить мне потребовалось много усилий чтобы стать такой храброй все это время госпожа хими прятала меня за спиной я такая плохая судья не госпожа сиуэй сказала что те кто однажды что те кого однажды захватил хириоби не смогут быть захвачены не только я могу всем помочь да вот как эту ехидну можно не любить никак а вот бы хвостик был игровым вот именно кстати говоря пользуйся на здоровье так чего же мы ждем вперед представляешь фуфо будь у меня и искусственное тело мне тоже немного страшно госпожа сиуэй а вы тоже боитесь конечно мне страшно столкнуться с демоном который может манипулировать твоей жизнью как ему вздумается я боюсь что больше никогда не смогу поработать со своей сестрой а я тоже вот боюсь раз даже на вы двое боитесь мне даже как-то легче стало вперед я придумаю способ победить приспешников захваченных пожаром и прежде чем этот глупый хириоби сообразит что происходит я подавлю все его осколки тыквы и лунного ларца значит нам нужно активировать матрицу сдерживания зла верно когда закончу встречу вас на зеленой террасе и активирую матрицу сдерживания зла в ядре матрица хорошо ок поехали гену эти атаки м не сундуков тебе ничего так допустим анимации ожидания а кстати нет дождите давайте посмотрим кстати да на этого же я еще не видел что это за прелесть что это за прелесть только что было и в этот момент там же у хвоста он еще сильнее засиял не видит него ли это рук дело блин а а представьте как его так живется он же он же в любой момент может вот так вот делать блин он и правда съел ее хвост и крепится туда как ее жалко то в какой-то степени да 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 это точно он точно его рук дело кстати ребят скорее всего на сегодня мы будем заканчивать там почти три часа больше меня на сегодня не хватит на больше меня сегодня не хватит завтра в тоже время пожалуй приходите и да пройдем все это дело может быть не я пока не выбил ее у меня там порядка 40 круток открученным поэтому надежда все еще есть получить ее в этом патче вот да уже вечер пора бы похомячить чего-нибудь я сегодня не ел ничего если все пойдет хорошо то завтра в 6 часов также вечером по москве соберемся и даты к им может быть этот квест может быть даже не даты к им там как пойдет на этом ребят пожалуй всем спасибо большое за просмотр и пока